С моим это совершенно свободное такое дело. Вы против того, чтобы нюхать жизнь, но как без этого можно понять других и как приобрести выносливость для выживания и иммунитета к прессу жизни? Отвечаю. Значит, количество опыта, которое вы получите, никак не коррелирует с вашей готовностью к жизни. Один мой приятель, очень хороший поэт, когда-то сказал, что бывает опыт лишний. Не полезный, не вредный, а именно лишний. Опыт, без которого можно было бы обходиться. То есть служба в армии, или сидение в тюрьме, или регулярные избиения, они не делают человека ни умнее, ни опытнее. Они не прибавляют ему того главного, на чем держится личность. А держится она, по моим ощущениям, на эмпатии, на сопереживании. И когда я сейчас вот задним числом пытаюсь вспомнить, ну опять-таки для романа, пытаюсь вспомнить, какие женщины на меня производили самые сильные впечатления, по каким критериям я их выбирал. Если женщина кривится при рассказе о чужой боли, если она начинает ее чувствовать как свою, это мне привлекательно. Потому что она сопереживает, она умеет примерить чужой опыт. А вот умение примерить чужой опыт, это и в мужчине, кстати, очень важно. Оно не приобретается путем знакомства с жизнью. Наоборот, чаще всего человек грубеет от этого соприкосновения. «Но боюсь, в полусражении ты утратишь навсегда прелесть, легкое движение, чувство неги и стыда». Вот что-то я, вероятно, искажаю сейчас несколько пушкинский текст, потому что по памяти его произношу. «Да, боюсь, в полусражении ты утратишь навсегда». Кому-то принадлежала, по-моему, чуть ли не самой Ольге Акуджа, хотя, может быть, и Владимиру Новику. На какой-то из конференций по Акуджаве была высказана мысль, что да, Акуджав воевал сравнительно мало, он провел 200 дней на передовой, вообще 200 дней в боях. И довольно много, в принципе, потому что и за один день, и за одну секунду на передовой могут уничтожить тебя за милую душу. Но он провел там около 200 дней, как вот он написал около 200 песен, но около 200 дней был на передовой. Сравнительно с чужим опытом, например, со Стафьевским, это мало. Но если бы было больше, не факт, что человек с его душевной организацией мог бы после этого что-то написать. Возможно, Акуджаву для нас так пощадили, чтобы он получил военный опыт дозированным, не слишком большим. Но этого все равно хватило ему для того, чтобы быть раненым. И после этого еще долго, как вы помните, мотаться по разным командам, когда его, значит, перебрасывали из одной формирующейся команды в другую, пока не комиссовали. Смотрели ли вы мини-сериал из...